5 мая 1980 года в 19 часов 23 минуты британский полк специальной авиадесантной службы стал самым известным в мире подразделением специального назначения. В ходе операции, которая продолжалась всего 11 минут, САС захватила шестерых арабских террористов. Это было рискованное мероприятие, испытание полка в новой роли, но в итоге заложники были освобождены, а репутация и моральное состояние бойцов поднялись до заоблачных высот. Никто не мог нас одолеть. Мы были самыми лучшими и всем сердцем верили, что мы лучшие и вполне способны справиться с любой угрозой, исходившей от террористов. Самые крупные операции САС. Освобождение иранского посольства. САС была основана и вполне доказала свою эффективность во время Второй мировой войны, но с окончанием боевых действий полк был распущен. В качестве регулярного подразделения британской армии полк появился в начале 50-х годов для борьбы с коммунистическими повстанцами в Малайе. Там бойцы САС приобрели опыт выживания и боевых действий в джунглях, включая десантирование прямо в густые лесные заросли для того, чтобы застать противника врасплох. Затем последовали кампании в Амане, Йемене и на Борнео. Но в конце 60-х появился новый вид боевых действий. В 1970-м палестинские террористы взорвали три авиалайнера в Иордании, даже несмотря на то, что их требования были выполнены. Затем, в 1972-м году, палестинские террористы снова нанесли удар уже на Мюнхенской Олимпиаде. Немецкая полиция пыталась освободить израильских спортсменов, взятых в заложники членами группировки «Черный сентябрь», но эта попытка закончилась провалом. Террористы забросали гранатами, ожидавшие вертолеты, убив всех заложников. Сразу же после мюнхенских событий полк САС получил приказ сформировать контртеррористическое подразделение. Основное внимание уделялось спасению заложников. САС разработала свои методы и овладевала новыми навыками. Бойцы САС готовились так, словно каждое упражнение было реальной боевой задачей. По воспоминаниям Робина Хорсфолла, использовались только боевые патроны и настоящие шумовые гранаты. Тренировки проходили ежедневно, по 5-6 дней в неделю. Количество боеприпасов, которые мы использовали, было огромным. Если полицейский получал на огневую подготовку патронов 100 в год, то мы расстреливали сотни по 4 каждое утро. В так называемом «доме для убийств» на базе полка в Херрефорде бойцы САС тренировались сами и обучали потенциальных заложников, включая членов королевской фамилии. Их излюбленным оружием стал 9-мм пистолет-пулемет Хёклер Кох МП-5. Мощные фонари помогали лучше видеть в задымленных помещениях. Еще на вооружении у них состояли мощные 9-мм пистолеты «Браунинг», а затем «Зигзауэр». Солдаты носили огнеупорные костюмы, противогазы и имели индивидуальные системы связи. В САС разработали и свои боеприпасы, такие как светошумовые гранаты и стенобойные заряды, названные, соответственно, «Флэшбэнкс» и «Харви Уоллбэнгерс». В полку также разработали особые методы штурма захваченных самолетов. В 77-м году двое САСовцев помогали освобождать заложников из угнанного в Магадишу самолета Люфтганзы. В 70-е годы война с террором не прекращалась. В Великобритании САС проводила рекогностировку потенциальных мишеней. Контртеррористическое подразделение в Херрефорде находилось в постоянной боевой готовности. Среда 30 апреля 1980 года, 11.25. В этот момент стало ясно, что все эти приготовления имели смысл. Шесть арабских боевиков заняли иранское посольство в Лондоне по адресу Принцесс-Гейт-16, Найтсбридж, захватив при этом 26 заложников. Это были люди, не согласные с режимом Айаталы-Хамейни в Иране. Они хотели свободы для своей родины. Но руководил всем агент Саддама Хусейна, заклятого врага иранского режима. Полицейский констебль Тревор Локк из группы охраны ДИП-представительств нес службу перед посольством. Помню, совсем рядом что-то выстрелило. Я упал навзничь, думал, меня подстрелили. За несколько минут, буквально в считанные минуты, они взяли здание под контроль. Продюсер BBC Крис Крэмер в это время получал в посольстве визу. Когда по помещению начал скакать этот маленький арабского вида парнишка в платке на голове, с глазами на выкате, с пистолетом в одной руке и ярко-зеленой ручной гранатой в другой, это, естественно, привлекло мое внимание. Вскоре на место прибыли полицейские и репортеры. Район был оцеплен. В соседнем от посольства здании разместилось контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, Си-13. Прежде всего, мы хотели узнать, каковы их намерения, и изолировать их. Мы старались разговаривать с ними деликатно, и надеялись, что они выйдут, отдадут заложников, и все успокоится. Но в данном случае все указывало на то, что ситуация гораздо серьезнее, чем можно было рассчитывать. В тот самый момент, когда полиция проводила подготовительные мероприятия, шестая группа отряда Би, полка САС, находилась в доме для убийств в Херефорде. В 11.48 прозвучал сигнал тревоги. Сообщение в Кремль, как называли Центр управления САС, передал бывший боец САС, ныне служивший в лондонской полиции. По некоторым сведениям, подразделение САС было в пути задолго до того, как поступил приказ из Министерства обороны. В Лондоне САСовцы устроили временную базу в казармах Ридженс Парк. Они начали отрабатывать свои действия на макете посольства. Начались переговоры, которые давали САС в столь необходимое время. Больше всего им требовались подробные данные из самого посольства. Второй день принес возможность получить информацию. Заложник Крис Креммер заболел, и договорились о его освобождении. Констебль Тревор Локк знал, что требуется, и воспользовался этим шансом. Я ему сказал, Крис, как только выберешься, не забудь там сказать, что их шестеро, что у них два автомата, три браунинга, один ствол 45-го калибра, что у них есть ручные гранаты и запас патронов. Так что расскажи им там. Он сказал, не волнуйся, все сделают. И он начал говорить им, вопить, что у него страшные боли в животе и все такое. Они отреагировали именно так, как он надеялся, и собирались его выкинуть из здания. Мы будем его выкинуть. В тот же вечер, под покровом темноты, штурмовые группы из отряда «Би» в штатском были доставлены в фургонах к прилегающему зданию. Первым делом они определили место проникновения на крыше посольства. Тем временем полиция и другие подразделения устанавливали в посольстве микрофоны и миниатюрные видеокамеры, просверливая отверстия сквозь стены прилегающего здания. Чтобы заглушить звуки дрелей, газовая служба устроила на соседней улице земляные работы, а маршруты самолетов из аэропорта «Хитроу» направили так, чтобы они проходили над местом событий. Директором САС в то время был бригадир Питер де ля Бильер, который впоследствии возглавит британские войска во время Первой войны в Персидском заливе. В качестве ветерана САС он помогал разработать план штурма. На основе чертежей здания САСовцы разработали модель посольства и определили местоположение террористов и заложников. В случае использования этих данных САС планировала одновременно штурмовать все шесть этажей здания, чтобы как можно быстрее нейтрализовать террористов. Предполагалось использовать две штурмовые группы. Красная должна была взять под контроль три верхних этажа, синяя – нижние. После отвлекающего взрыва на крыше они должны были атаковать с фасада и с обратной стороны. Разведка выяснила, что окна на первых двух этажах укреплены, поэтому синяя группа с фасада должна была забраться на балкон и сделать проходы с помощью зарядов взрывчатки. В то же время, тоже после взрыва на крыше, другие бойцы синей группы должны были выдвинуться с исходной позиции с обратной стороны здания, чтобы очистить первый этаж и подвал. С обратной стороны крыши посольства группа красных из четырех человек должна была спуститься на балкон второго этажа. Отсюда они должны были ворваться прямо в ту зону, где предположительно содержались заложники. Пока шла разработка планов, главарь террористов Салим настоял на том, чтобы о требованиях боевиков сообщили по радио. До этого он не собирался отпускать ни одного заложника. Всемирная служба Би-Би-Си выполнила это условие, но ситуация не изменилась. Следующий шаг террористов станет для САС сигналом к началу штурма. Конец первой части. Самые крупные операции САС. Осада иранского посольства продолжалась. Террористы передавали полиции все более жесткие требования. По мнению комиссара полиции Дэвида Мак-Ни, вариантов оставалось все меньше. Боевики в здании иранского посольства должны знать, что не в наших полномочиях выполнить все их требования, независимо от наших взглядов на правоту или неправоту их дела. Я призываю их сохранять спокойствие. Религиозные лидеры и несколько арабских послов пытались вмешаться, но безуспешно. Наблюдатели не представляли, насколько накалилась обстановка. Пошел шестой день осады иранского посольства. Все это время констебль Тревор Локк был единственным каналом связи между террористами и полицейскими переговорщиками. В тот день у террористов кончилось терпение. Он вспоминает о резкой перемене в их настроении. Они заставили нас сидеть лицом к стене, держа руки на затылке. Они передергивали затворы и готовились нас убить. Я чувствовал, что у меня волосы на руках и затылке поднялись от страха. Я думал, что они действительно собираются это сделать. В 18.50 события приняли трагический оборот. Арабские боевики выбрали пресс-секретаря посольства Аббаса Лавасани и застрелили его. Его труп выбросили из парадного входа. Это был страшный знак, которого ждали бойцы САС. Время для террористов вышло. Мы не собирались идти на штурм, пока кого-нибудь не убьют. Но после первого же убийства вероятность штурма резко повышалась. Это исходило прямо с Даунинг-стрит, насколько мы знали. Политика Маргарет Тэтчер состояла в том, чтобы не вести переговоров с террористами. Нам уже дали понятие, что если кого-нибудь убьют, она не собирается терпеть дальше, и мы пойдем на штурм. Премьер-министр Тэтчер не колебалась. Написанная от руки записка передавала контроль над операцией от полиции подразделению САС под командованием подполковника Майкла Роуза. Чтобы отвлечь внимание террористов, полицейские переговорщики говорили с ними о транспорте до аэропорта Хитроу и о самолете на Ближний Восток. В это время группы САС готовились к операции. Мы подошли поближе к зданию, мы подошли к задней двери, мы забрались на крышу, привязали и приготовили веревки. Все было почти готово к началу. Оставалось лишь занять исходные позиции для штурма. В тот же вечер, в 19.18, всего через полчаса после убийства заложника, в объективы телекамер попали какие-то фигуры в черном, забравшиеся на крышу посольства. Но никто не знал, кто они такие. Укрытые от посторонних взглядов, бойцы из красной группы прицепились к заранее привязанным веревкам для спуска. Уже в этот момент их лица скрывали противогазы. С началом операции они перешагнули парапет и начали спускаться. С фасада синяя группа двинулась на исходную точку на балконе. Террористы продолжали переговариваться. Салим, мы слышим какие-то подозрительные движения. Нет там никаких подозрительных движений. Ладно, минутку. Сейчас приду. Схожу, проверю. Синяя группа ворвалась в вестибюль на первом этаже. Сзади красная группа спускалась на балкон. Один солдат при спуске запутался в веревке. Я посмотрел наверх, а там Том висит на веревке, а перчатка у него попала в обвязку. Шторы загорелись от заброшенной туда светошумовой гранаты. Пламя стало вырываться из окна, и было слышно, как он вопит по радио. Я посмотрел вверх и подумал, что совершенно ничего не могу сделать. Еще я подумал, что если кто-нибудь не перережет веревку, он сгорит заживо. А ребята на крыше смотрели вниз через край, но он, отталкиваясь от огня, вылетал за пределы балкона. Если бы веревку перерезали не в тот момент, когда он был за пределами балкона, он пролетел бы еще добрых 12 метров и свалился бы на бетон. Поэтому они постарались обрезать веревку, когда он приблизился к стене. Это им удалось, и они спасли ему жизнь. Теперь на балконе появился первый заложник. Тревор Локк Все в обычном порядке. Приоткрыли дверь, забросили светошумовую гранату и закрыли дверь. Граната сработала, и сразу же после этого мы постарались ворваться в комнату, как можно быстрее. Тревор, уходи! И я отпустил его, и перекатился, чтобы посмотреть на дверь, откуда раздался голос. А там стоял этот парень, который знал меня по имени, а я его совершенно не знал. На нем была черная форма, маска, ствол футуристического вида, черный вязаный шлем. Я откатился и тут же услышал. Я оглянулся, а там лежал Салим, абсолютно безжизненный. А по диагонали, от глаза через грудь, проходили следы от пуль. У меня был автомат МП-5, и я выстрелил. Я выпустил в него несколько коротких очередей, и думаю, он умер еще до того, как упал на пол. С обратной стороны синяя группа тоже входила в здание через окна первого этажа. Бойцы начали зачистку всех комнат и подвала. В помещение забрасывали гранаты, а запертые двери разносили очередями из автоматов. Боец Мак преследовал террориста по задымленным коридорам. Забросили светошумовую гранату, взрыв, много дыма, врываемся. Найти его не можем, но знаем, что он там. Включили фонари, и оба луча одновременно сошлись на этом парне. Он там лежал. И все. Пара выстрелов, работа сделана. Синяя группа загнала одного террориста в кабинет посла. Хотя он был серьезно ранен, он прятался там в темноте. При вскрытии выяснилось, что он получил 21 пулю. Пожар, который начался из-за взрывов гранат, начал распространяться по всему зданию. В телексной комнате террорист стрелял по заложникам, убив одного и ранив еще двух. С ним быстро разобралась красная группа. Охота на террористов продолжалась. Некоторые пытались притворяться заложниками, но их быстро разоблачили их жертвы. Пожар разгорелся довольно сильно, и заложников стали бесцеремонно спускать по лестнице, перебрасывая от одного бойца к другому. Из рук в руки. Они попадают к нам в руки. Шлеп, шлеп, шлеп. Из двери, из двери, из двери. Ведь в помещениях дым, в здании пожар. И мы хотим вывезти этих людей как можно быстрее, потому что теперь уже угрожает пожар. Да и самим хочется убраться оттуда как можно скорее. Помню, на всех нас были респираторы, и мы не различали друг друга, но заложников мы видели и различали. Когда он проскочил мимо меня, я понял, что где-то видел его, но секунду-другую не мог вспомнить. Где именно кто-то закричал с лестницы, это террорист, это террорист. Мы увидели, как кто-то ковыляет вниз по лестнице, и никто не мог выстрелить, потому что если бы мы открыли огонь, пули могли бы пройти на вылет и ранить кого-нибудь сзади. Если бы мы открыли огонь в той ситуации и попали бы в террориста, пули вдобавок могли бы стрикошетить в наших людей. А потом кто-то закричал, граната, и мы увидели у него в руке эту чертову гранату. Как только мы очистили лестницу снизу, а там был я и еще двое ребят, мы все выпустили по очереди в этого парня, и потом в нем насчитали 27 дырок. Так оно и было, никакой драмы, он просто свалился и на пол грохнулся уже мертвым. Освобожденных заложников снаружи проверяли, на тот случай, если кто-то из террористов выжил. В здании же продолжались поиски человека, которого бойцы САС очень хотели найти. Там газ, суматоха, и вот откуда-то из дальнего угла появляется человек, ковыляющий к выходу. Я увидел Тревора Лока, подбежал к нему, обхватил и поволок к двери. Это было здорово и очень приятно, потому что теперь мы знали, что задача номер один выполнена. Тревор Лок выведен из здания, и он жив. Это был блестящий успех. В ходе штурма погиб лишь один заложник. Один террорист выжил. Его взяли, когда он пытался спрятаться среди заложников. В тот вечер Маргарет Тэтчер и ее муж Деннис приехали в казармы Ридженс Парк, чтобы лично поблагодарить бойцов штурмовых групп САС. Они с супругом вели себя очень просто. Он много с нами разговаривал и был весьма расстроен, что один террорист остался в живых. Я так думаю, потому что он сказал вполне недвусмысленно, что кое-что нам не вполне удалось. Он широко ухмыльнулся, и его точные слова звучали так. Вы подарили одному из ублюдков жизнь. Успех операции в одночасье сделал бойцов САС героями. Как заметил основатель полка Дэвид Стирлинг, просмотрев их действия по телевизору, впервые САС охотились на лис на публике. Полк предпочел бы оставаться в тени, но одно было ясно. Террористы получили следующее послание. Если вы приезжаете в нашу страну, чтобы убивать людей, домой вы уже не вернетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok